В сегодняшнем заседании Госсовета вспомнилась история, которая была в 4-м Госсовете. В 4-м Госсовете я выходил как главный врач к депутатам с предложением утвердить передачу безвозмездное пользование, ну полностью передачу части молочной кухни. Вы помните этот вопрос, это все решилось, и на сегодня это единый пищеблок Назаровской РБ, то есть все мы отработали и получили результаты. И здесь бы тоже хотелось получить результат, но на сегодня ситуация следующая. С 15-го, 16-го мая 2020-го года мы разворачивали 4-жды наш госпиталь. Максимальное количество коек, которые мы извачивали, было 120. Мы разворачивали этот госпиталь не просто как госпиталь для средних пациентов, но и в период 2-й, 3-й, 4-й, 5-й волны полностью оборудованным ПИТом на 8 коек с реанимационным постом. Мы пролечили 2366 пациентов, но, к сожалению, потеряли 197. Но более 500 пациентов тяжелых перевели на другой этап лечения. Мы отработали полностью третью волну не только на город Назарово, но и на Ужурский район, а также помогали в тот момент Ачинску, который не справлялся с теми коечными мощностями, которые у них были. В связи с этим еще в конце прошлого года было предложение от Министерства здравоохранения Косновского края рассмотреть возможность строительства Назарова инфекционного госпиталя полноценным, учитывая то, что никто не мог, и на сегодняшний день никто не может точно подсказать, когда закончится пандемия коронавируса. Будут ли, не будут какие-то следующие процессы. Мы знаем, что сейчас постоянно говорят о возможности вспышки холеры, о возможности вспышки оспы, обезьян. То есть много, много вопросов в этом отношении. И на сегодняшний день, вчера я общался с Борисом Марковичем Министером здравоохранения Косновского края, вопрос еще на стадии проработки детальной и решения Министерства здравоохранения Российской Федерации. О возможности все-таки строительства в 2023-2025 год окончания настоящего нового полноценного инфекционного госпиталя. На случай ситуации, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Плюс, мне бы хотелось, почему, чтобы это и произошло, потому что вы все знаете, многие знают жители города, состояние сегодняшнего нашего инфекционного отделения. Которые требуют полностью капитального ремонта. При строительстве нового инфекционного госпиталя мы понимаем, что эта проблема была бы закрыта. Одно из условий, которое должно быть обязательно, это у муниципалитета должна быть подготовленная земля. Учитывая те объемы, которые я все равно обозначил 100 поек, земля была необходима с учетом санитарной зоны не менее 4,5 гектара. Такой участок земли мы совместно с муниципалитетом нашли, провели необходимую работу. Сегодня, как итог промежуточный, что это решение принято.